Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что готов гарантировать Александру Лукашенко безопасность после его ухода с поста главы государства. Об этом он рассказал в интервью. По словам оппозиционера, первый президент имеет право на нормальную жизнь, и ему бы стоило оставить одну из его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок. То, что в принципе ему нравится, мог бы заниматься преподавательской деятельностью, если он хотел бы, мог бы консультированием заниматься. Поразмышлял Цепкало о будущем Лукашенко после того, как действующий глава государства сравнил его с хряком. Политик добавил, что любой президент, покидающий свой пост, должен вести жизнь нормального гражданина. Возможно, государство могло бы обеспечить его охраной один-два человека, потому что не всем людям нравилось, как он государством управляет. Подчеркнул Цепкало и добавил, что маломальская охрана должна быть оставлена Лукашенко с целью избежать физического насилия. Он еще раз подчеркнул, это является нормальной практикой, и мы не станем нормальной страной, если мы не будем разрывать в клочья людей лошадями, танками, давить и прочие вещи делать. Мы должны попытаться двигаться нормально, становиться нормальной цивилизованной страной, не мстить предыдущему руководителю, а создавать для него, по крайней мере, обычные нормальные условия для жизни. 4 июня Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на назначенных на 9 августа президентских выборах с хряком. Он вспомнил слова Цепкало, что когда-то глава государства вызвал доверие у матери оппозиционера благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки. Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их количество не зависит от свиноматки, это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята, сказал Лукашенко. Также он высказал мнение, что люди идут на выборы, чтобы перевернуть страну и дестабилизировать обстановку. «Запомните, вы и кто меня услышит, страну они не получат, мы два с лишним десятка лет». Собирая крохи, создавали цветущую страну, не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. «Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 1939 году», – добавил Лукашенко. Тогда же президент Беларуси заявил о финансировании оппозиции в Республике российскими олигархами. Он прокомментировал проходящие по всей стране пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Лукашенко заявил, что нового протестного движения в Беларуси не появилось. Есть недовольные граждане, но они всегда будут. Однако новое движение – это годы, уверен белорусский лидер. Редактор субтитров А.Семкин